Совершенным же умом бывает тогда ум, когда вступит в область существенного ведения и соединится с Богом. Тогда он, царское имея достоинство, не чувствует уже бедности и не увлекается ложными пожеланиями, хотя бы ты предлагал ему все царства. Итак, если хочешь достигнуть таких доброт, бегом беги от мира и по соусердиям теки путем святых. Брось заботу о внешнем своем виде, одежду имей бедную и убранство смиренное. Нрав держи простой, речь нехитростную, вступание не тщеславное, голос непритворный. Полюби жить с худостью и быть всеми небрегомым. Более всего попеки сохранение ума и трезвения, будь терпелив при всяких теснотах и всячески сохраняй приобретенные уже блага духовные неповрежденными и неизменными. Внимай себе тщательно и не принимай ни одной из тайно прокрадывающихся сластей. Ибо хотя безмолвие укращает душевные страсти, но если давать им возгорать и застрять, то они обыкновенно еще более рассерепевают и допускающих это еще с большей силой влекут ко греху. Так и телесные раны, будучи растираемы и раздираемы, бывают неисцелимы. Может и одно слово отдалить ум от памяти Божьей, когда бесы нудят на то и чувства соглашаются с ними. Велик подвиг и страх – хранить душу. И так надлежит тебе совсем удалиться от мира и отторгнув душу от всякого сострастия телу, стать безградным, бездомным, бессобственником, бессеребренником, бестижательником, бесхлопотником, бессообщником, невеждуем в делах человеческих, смиренным, сострадательным, благим, кротким, тихонравным, готовым принимать от божественного ведения в разумительное напечатление в сердце. Ибо и на воске невозможно писать, не изгладив наперед прежде начертанных на нем букв, как научает нас этому великий Василий. Таков был лик святых, которые, совсем удалившись от всех обычаев мирских и храня в себе невозмущаемым небесное мудрование, просветились божественными законами и возбристали благочестивыми делами и словами, умертвив члены земные воздержанием, Божьим страхом и любовью. Ибо непрестанные молитвы и поучениям в божественных писаниях отверзаются умные очи сердечно изряд царя сил. И бывает радость великая, и сильно воспламеняется в душе божественное желание неудержное, причем совосхищается туда же и плоть действием духа. И человек весь соделывается духовным. Вот чего сподобляются делатели блаженного безмолвия и теснейшего подвизнического жития, которое, удалив себя от всякого утешения человеческого, одни с единым на небесах сущим владыкою непрестанно беседуют. Выслушав это, тот боголюбивый брат и божественное в душе, уязвившись любовью, оставляет свое место, и вместе с тем филимоном достигает скита, где величайшие из отцов совершили путь благочестия. Жить они поселились в лавре святого Иоанна Колова, передав попечение о себе эконому лавры, так как желали пребывать в безмолвии. И пребывали они тут благодатью Божией в совершенном безмолвии, по субботам и воскресеньям, исхождение, творя на общее собрание церковное, а прочие дни пребывая у себя, причем каждый совершал молитвы и служения особо. У старца святого Филимона было такое правило служения. Ночью пропевал он всю псалтирь и песнь, девять помещаемых в псалтире, неспешно, без суетливости прочитывал одно зачало Евангелия, потом садился и сидел, говоря в себе «Господи, помилуй!» Со всем вниманием и довольно долго, пока не мог уже возглашать этого воззвания, и, наконец, давал себе соснуть. Потом опять на рассвете пропевал первый час, и, седши на свое седалище лицом к востоку, попеременно, то пел псалмы, то читал по произволению, из апостола и Евангелия. Так проводил он весь день, непрестанно пая, молясь и услаждаясь созерцанием небесного. Ум его часто так у Вадима был созерцания, что он не знал, на земле ли он находится. Брат, видя, что он так всеусердно прилежит молитвенным служениям, иногда совсем изменяется от божественных помышлений, сказал ему, «Трудно тебе, отче, в такой старости так умерщвлять и порабощать тело свое». Он ответил ему, «Поверь мне, Бог такое усердие и такую любовь к молитвенному служению вложил в душу мою, что я не в силах вполне удовлетворять ее к тому стремлению. Немость же телесная побеждает любовь к Богу и надежда будущих благ. Так все желание его было умно воскреляемо в небеса, и это даже во время трапезования, а не только во времена другие. Однажды спросил его живший с ним брат некий, «Какие бывают тайны созерцания?» И он, видя его неотступность и то, что он искренне ищет назидание, сказал ему, «Говорю тебе, чадо, что тому, чей ум совершенно очистился, Бог открывает видение самых служебных сил и чинов ангельских». Спросил он его и о следующем, «Чего ради, отче, паче, всякого божественного писания, услаждаешься ты псалтирью, и чего ради паять ихо, ты представляешься будто разговаривающим с кем-то». На это он сказал ему, «Бог так напечатлел в душе моей силу псалмов, как в самом пророке Давиде, и я не могу оторваться от услаждения сокрытыми в них всяческими созерцаниями, ибо они объемлют все божественное писание». Это исповедал он вопрошавшему с великим смирением, пользой ради и после долгого неотступного упрашивания. Брат некий по имени Иоанн, от приморья устремившись, пришел к святому этому и великому отцу Силимону и обнял ноги его, сказал ему, «Что сотворю, отче, да спасусь, ибо ум мой носится и парит туда и сюда, где не следует, и он, помолчав немного, сказал, «Это болезнь душевная, есть принадлежность тех, которая внешне суть, и в них она пребывает, и в тебе она есть, потому что ты не возымел еще совершенной любви к Богу, еще не пришла к тебе теплота любви и познания Его». Говорит ему брат, «Что же мне делать, отче?» Тот сказал ему, «Поди, возымей сокровенное поучение в сердце своем, и оно очистит ум твой от этого». Брат, не будучи посвящен в то, что этим сказывалось, говорит старцу, «Что же это за сокровенное поучение, отче?» И он сказал ему, «Поди, призвися в сердце своем, и в мысли своей трезвенно, со страхом и трепетом говори, «Господи Иисусе Христе, помилуй мя!» Так преподает новоначальным и блаженный диадог. Десять. Брат пошел и, с содействием Божьим, по молитвам отца успокоившись, усладился таким поучением немного. Но потом это услаждение отошло от него, и он не мог уже трезвенно совершать такое делание и молитве. Почему он опять пошел к старцу и сказал ему о случившемся? Старец говорит ему, «Теперь узнал уже ты путь безмолвия и умного делания и вкусил происходящее от того сладости. Имей же это всегда в сердце своем, ешь ли, пьешь ли, беседуешь ли, с кем, в пути ли находишься или в келье сидишь. Не приставай трезвенно и мысли, и не блуждающим умом молиться такой молитвой, петь и поучаться в молитвах и псалмах, даже при исправлении самых необходимых потребностей своих, не давай уму своему быть праздным, но заставляй его сокровенно поучаться и молиться. Так можешь ты уразуметь глубины Божественного Писания и сокрытую в нем силу и дать уму непрестанное делание, да исполнишь апостольское слово заповедующее непрестанно молитесь. Внимай же себе тщательно и блюди сердце свое от приятия худых помыслов или каких-либо суетных и неполезных, но всегда и когда спишь, и когда встаешь, и когда ешь, и когда пьешь, и когда ведешь беседу, пусть сердце твое втайне мысленно, то получается в псалмах, то молится Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, даже когда поешь псалмы языком, внимай, чтобы не говорить одно устами одного, а в другом парить мыслью. Брат спросил его еще, много суетных мечтаний вижу я во время сна. Сарис сказал ему, не ленись и не малодушествуй, но прежде чем заснешь, многие сотвори молитвы в сердце своем и противостой помыслам и покушениям дьявола водить тебя по воле своей, да восприимет тебя Бог. Сколько сил есть, забудьте о том, чтобы засыпать в псалмами в устах и умным поучением, и никак не позволяя по нерадению уму своему принимать чуждые помыслы, но с какими помышлениями молился ты, в тех поучаясь, склонись и на одр, чтобы и когда будешь спать, они пребывали в тебе, и когда пробудешься, собеседовали с тобою. Проговаривай также и святой символ православной веры, прежде чем заснешь, ибо православствовать о Боге есть источник и охрана всех благ. Еще спросил его брат, сотвори любовь, отче, скажи мне, какое делание имеет твой ум, научи меня, чтобы и мне спастись. Он сказал ему, зачем это любопытствуешь ты знать. Тот стал, обнял ноги святого, и, лабызая их, умолял его сказать ему это. Старец довольно времени спустя сказал, не можешь еще ты понести этого. Давать каждому чувству пригодное дело свойственно мужу, обыкшему вращаться в благах правды, и невозможно дару этого сподобиться тому, кто не стал совершенно чист от суетных помышлений мира. Потому, если ты истинно желаешь этого, держи сокровенное поучение в чистом сердце. Ибо если пребудешь, пребудет в тебе непрестанно молитва и поучение в писаниях, то отверзутся очи души твоей, и будет в ней радость великая и чувство некое неизвеченное и горячее при согрении от духа и плоти. Так что весь человек станет духовным. Итак, ночью ли или днем сподобит тебя Бог нерастеяно помолиться чистым умом, оставь свое молитвенное правило, «И сколько сил есть, простирайся умно-сердечно прилипляйся к Богу, и он просветит сердце твое в духовном делании, за которое ты принялся». К этому присовокупил он. Некогда пришел ко мне один старец, и когда я спросил его об устроении его ума, сказал мне, «Два года прибыл я в молитве пред Богом, от всего сердца умоляя его прилежно. Да дарует он мне, чтобы непрестанно и нерассеянно впечатлелось сердце мое молитва, которую предал он ученикам своим. И велико даровитый Господь, видя труд мой и терпение, подал мне просимое». И вот еще что он говорил ему, «Помыслы о вещах суетных, бывающие в душе, суть не дух празднолюбивой и предавшейся нерадению души. Почему нам надлежит по Писанию всяким хранением глюсти ум свой, разумно петь без рассеяния и молиться чистым умом? Итак, братья, Бог хочет, чтобы мы являли к Нему свое усердие, во-первых, трудами, подвижничества и доброделания, потом любовью и непрестанною молитвою, и Он подаст нам путь спасения. Явно же, что нет другого пути, возводящего на небо, кроме совершенного удаления от всего злого, стяжания всего благого, совершенной к Богу любви и сопребывания с Ним в преподобии правде. Так что, когда у кого будет это, то он скоро востечет к небесному лику. Но при этом всякому желающему взыти на высоту неотложно надлежит умертвить члены земные. Ибо когда душа наша усладится созерцанием истинного блага, то уже не возвращается ни к одной из страстей, возбуждаемых с власти греховную. Но от всякого отвратившись телесного сладострастия, чистые и нескверные мысли приемлет явление Бога. Итак, нам потребно великое себя хранение, много телесных трудов и очищения души, да все лим Бога в сердца наши, чтобы прочее безгрешно исполнять божественные его заповеди, и чтобы сам он учил нас блести твердые его законы, испуская как солнечные лучи свои на нас воздействия, вложенные в нас благодатью и духа, трудами и искушениями должны мы очистить образ, по которому были мы созданы разумными и способными воспринимать всякое разумение и Богу уподобление, нося чувства, чистые от всякой скверны, через переплавление их как-то в пищи искушений, и притворяем и бывая царское достоинство. Бог и человеческое естество создал причастным всякого блага, могущим мысленно созерцать ликование ангелов славы, господств, силы, начало, власти, свет неприступный, славу пресветкую. Но когда исправишь ты, какой добродетель, смотри, да не превознесется помысл твой над братом, потому что ты исправил ее, а он понеродел, ибо это начало гордости. Когда борешься с какой страстью, смотри, не унывая и не малодушиствуя от того, что брань стоит упорно, но восстав, повергни себя перед лицом Бога, от всего сердца говоря с пророком, суди, Господи, обидящих меня, ибо я не силен против них. И он, видя смирение твое, скоро пошлет тебе помощь свою. Когда идешь с кем в пути, не принимай суетные беседы, но дай уху, уму духовному, делание, которое он имел, чтобы прибыло в нем это благое навыкновение и забвение мирских сластей. И он не исходил из пристани бесстрастия. Такими и многими другими словесами огласив брата, старец отпустил его. Но спустя немного времени он опять пришел и, начав речь, спросил, что мне делать, отче? В ночном моем служении отягощает меня сон и не дает мне трезвенно молиться и побдеть побольше. Я хочу брать в руки работу, когда пою. На это старец сказал, когда можешь молиться трезвенно, не касаясь рукоделия. Когда же объят будешь дреманием, тогда, подвигшись немного против помысла, притя ему, коснись рукоделия. Тот опять спросил, ты сам, отче, не отягощаешься сном во время служения своего? Старец сказал, не так-то легко. Однако же, когда нападает иной раз дремание, немного подвигнусь, но начинаю читать сначала Евангелие от Иоанна, возводя к Богу око ума, и дремание тотчас же исчезает. Похоже на это, поступаю я и в отношении к помыслам, именно когда найдет какой из них, я встречаю его, как огонь, со слезами, и он исчезает. Ты же еще не можешь так вооружаться против них, но более держи сокровенное поучение и усердствуй совершать установленные святыми отцами, как дневные молитвословия, как-то часы, третий, шестой, девятый и вечерню, так и ночные службы. И всеми этими силами старайся ничего не делать по человеку угодию и берегись иметь вражду с кем-либо из братьев, чтобы не отдалить себя от Бога своего. Старайся также хранить мысль свою, нерассеянную, всеусердно внимающую внутренним помыслом. Когда, бывая в церкви, имеешь намерение причастить все святых христовых тайн, не исходи из нее, пока не получишь совершенного мира. Старайся на одном месте, не отступай оттуда до самого отпуска. Себе же помышляй, что находишься на небе и со святыми ангелами Богу предстоишь, имея восприятие в сердце свое. Готовься же к этому со страхом и трепетом, чтобы не недостойно сопричастником быть святых сил. Добрый таким образом вооружив брата и предав Господу и Духу благодати его, старец отпустил его. К этому рассказывал еще и живший с ним брат следующее. Сидя однажды подле него, я спросил его, был ли он искушаем наветами демонскими, живя в пустыне. Он же сказал, прости, брат, если попустит Бог прийти на тебя искушением от дьявола, каким я подлежал, то не думаю, чтоб ты мог вынести горечь их. Мне 70-й год или с прибавком. Много терпел я искушений, живя в разных пустынях в совершенном безмолвии. Что же испытал я и вытерпел от этих демонов, а горечь и того не полезно повествовать тем, которые не искусили еще безмолвие. В таких искушениях я всегда поступал так, возлагал все упование мое на Бога, которому давал и обеты отречения, и он скоро избавлял меня от всякой нужды. Почему, братья, я теперь никакого уже о себе промышления и не творю, но зная, что он печется обо мне, очень легко переношу находящее на меня искушение. И только то одно ему от себя приношу, чтобы непрестанно молить. Немало помогает при этом и то упование, что чем больше нападают скорби и беды, тем больше они готовят венцы терпящему, ибо у праведного судьи те и другие уравновешивают себя взаимно. Ведая это, братья, не поддавайся малодушию. Вступил ты в среду брания, чтобы бороться, и борись, воодушевляясь и тем, что тех, которые за нас ратуют против врага Божия, очень много, больше вражеских полчищ. Да и как можно было бы нам осмелиться противостать такому страшному супостату рода нашего, если бы державная десница Бога слова не обымала нас, не ограждала и не покрывала? Как бы выдержало человеческое естество наветы его? Ибо, как говорит Ивов, кто откроет лицо обличение его? В согбении же персии его кто внидит? Из уст его исходит, как свещи горящие, и размещится, как искры огненные, и из ноздрей его исходит дым пищи, горящий огнем угли. Душа же его, как угли, как пламя из уст его исходит. На шее его водворяется сила, перед ним течет пагуба, сердце его жестко, как камень, стоит же, как наковальня неподвижно, воздвигает бездну, как печь медную, мнит же море, как мироварницу, и тартар бездны, как пленника. Все высокое зрит, сам же царь всем сущим в водах. 41.4 Вот против кого у нас брань, братья. Вот каким и каликим изобразило слово этого тирана. При всем том, однако, ж победа над ним бывает удобна для тех, которые, как следует, проходят уединенническую жизнь по причине неимения ими в себе ничего ему принадлежащего, по причине отречения их от мира, по причине их высоких добродетелей и по причине того, что мы имеем побарающего по нас. Ибо кто, скажи мне, приступив к Господу и страх его приявший в ум, не притворился естеством и, осияв себя божественными законами и делами, не садила душу свою светлую и способную сиять божественными разумениями и помыслами. Праздною же быть она никогда не дозволяет ей, имея в себе Бога, который возбуждает ум ненасытно стремиться к свету. И душе таким образом непрерывно воздействуемой дух не попускает разблажаться страстями, но, как царь какой, дыша страшным гневом и прещением, нещадно посекает их. Такой никогда не возвращается уже вспять, но практикою добродетелей с воздеянием рук на небо юмной молитвой одерживает победу в брани. Рассказывал еще брат тот, что при других добродетелях имел ава филимоны такую, терпеть не мог слышать праздное слово. Если кто, забывшись, рассказывал что-либо не относящееся к пользе душевной, то он совсем не отзывался на это. Даже когда я уходил по какому делу, он не спрашивал в чего ради уходил. И когда возвращался не говорил где ты был или что и как делал. Так однажды отплыл я в Александрии по необходимой потребности, а оттуда по одному церковному делу отправился в Царьград, не дав о том знать рабу Божию. Потом пробыв там довольное время, посетив тамошних благоговейных братьев, возвратился наконец к нему скит. Увидев меня, старец обрадовался и по обычным приветствия, сотворив молитву, сел. Но ни о чем совершенно не спросил меня, а прибыл занятым обычным своим умным деланием. некогда желая испытать его и несколько дней не подавал ему хлеба поесть. Он же ни хлеба не попросил и ничего на это не сказал. Тогда сотворив поклон, я спросил, сотвори любовь хочешь и скажи мне, не оскорбился ли ты, что я не приносил тебе по обычаю поесть? Он сказал, прости, братья, если двадцать дней не дашь ты мне поесть хлеба, я не попрошу его у тебя, ибо доколе терплю душой, терплю также и телом. Так был он занят созерцанием истинного блага, говорил он, с тех пор, как пришел в скит, не попускал я помыслу своему выходить за стены кельи, но и в мысль своей не принимал я никакого другого помысла, кроме страха Божия и судилищ будущего века, держа в памяти угрожающей грешным суд и огонь вечный и кромешную тьму, и то, как живут души грешников и праведников, и какие блага уготованы праведным, и как каждый получает свою награду по труду своему, один за труды и подвижничества, другой за милостыню и любовь нелицемерную, иной за нестяжательность и полное отречение от мира, другой за смиренно-мудрее и совершенное безмолвие, тот за крайнее послушание это за странничество, все это содержа в мысли, не попускаю я иному помыслу действовать во мне, и не могу уже быть с людьми или ими занимать ум свой, чтобы не отдалиться от божественных помышлений. К этому присоединил он и сказания о некоем уединеннике, говоря, что он уже и бесстрастия достиг и от руки ангела принимал хлеб в пищу. Но по причине разленения ослабления внимания лишился такой чести, ибо когда душа ослабит рассмотрительное и напряженное внимание ума, тогда душу отъемлет ночь. Где не сияет Бог, там все разливается как во мраке, и не может тогда душа воззревать к единому Богу и трепетать словес Его. Бог, приближающийся я, говорит Господь, а не Бог вдали, или утаится человек в сокровенных и я не увижу ли его, когда небо и землю не я ли наполняю, Иеремия 23, 23, и о многих других подобное пострадавших припоминал он. Привел и падение Соломона, который, говорит, такую получил премудрость, и так будучи всеми славим, потому что как Дениса утром восходящая всех осеивал светлости и премудрости, за малую сласть потерял такую славу. И так страшно поблажать разлинению, но надо непрестанно молиться, чтобы другой какой помысл нашедший не отлучил нас от Бога, и вместо его не преподставилось уму нашему иное, что только чистое сердце, став вместилищем Духа Святого, чисто зрит в себе, как в зеркале самого Бога всего сущего. «Слыша это, говорит живший Сава и Филимоном брат, и надевая его, смотря, я уразумел, что в нем совсем перестали уже действовать телесные страсти, и что он был усердный любитель всякого совершенства, так что всегда виделся преображаемым божественным духом от славы в славу, и воздыхающим воздыханиями неизглаголонными, себе с собой сообращающимся и себя взвешивающим или себя держащим равно как на весах и всячески подвязающимся, чтобы что-нибудь пришедшее не возмутило чистоты ума его и скверно какая-нибудь тайна не прирозилась к нему. Видя, говорит, это и ревностью к доброму образу жизни возбуждаемой, я с усердным обращался к нему прошением, говоря, как и я мог бы стяжать чистоту ума подобно тебе. Он же говорил, поди, трудись, ибо для этого труд потребен и болезнования сердца. Благо духовное достойное усердного искания и труда не достанутся нам, если будем возлежать на одрах и спать. И земные блага никому не достаются без труда. Тому, кто желает прийти в приспияние, надо бы прежде всего отрешиться от своих хотений, истяжать непрестанный плач и нестяжательность, не внимая согрешениям других, а своим только, и об них одних плача день и ночь, и не имея суетной дружбы ни с кем из людей, ибо душа, скорбящая о своем бедственном положении, и уязвляемая памятью о прежних согрешениях, бывает мертва миру, как и мир умирает для нее, то есть тогда недейственны бывают плотские страсти, человек недействен этим страстям, к тому же отрехшийся от мира и со Христом сочетавшийся и в безмолвии пребывающий, любит Бога, хранит образ его и подобием его богатиться, ибо свыше приемлет от него подаяние духа, и бывает домом Бога, а не демонов, и дела праведные представляет Богу. Так душа, став чистую по жизни, свободную от осквернений плоти и не имеющей скверны или порока, облечется наконец венцом правды и воссияет красотой добродетелей. В ком же в начале отречения не поселяется в сердце плач, ни слезы духовной, ни память и о не имеющих конца муках, ни безмолвия истинной, ни молитва непрестанная, ни псалмопения и поучения в божественных писаниях, в ком не обратилось это в навык, так чтобы по причине непрерывности приседения этому, он понуждаем был и нехотя делать то от ума, и страх Божий не господствует в душе его. Тот еще почивает на содружестве с миром и не может иметь ума чистым в молитве, ибо только благочестие и страх Божий очищает душу от страстей и, соделывая ум свободным, вводит его в естественное ему созерцание и дают ему коснуться богословия, которое приемлет он в образе блаженства, блаженны чистым сердцем, ибо они Бога узрят, что для сподобляющихся этого еще от сели служит залогом будущего. он